По другим темам добраться до станции Красный Боец Стальменского района и Артышта-2 Кемеровской области из Барнаула теперь можно на современной электричке. Сегодня в краевой столице запустили сразу два энергосберегающих поезда. Елена Заздравных проехала по маршруту и оценила его комфорт. На дачу за грибами в гости к родственникам с удобством. Два новых электропоезда для жителей Алтайского края настоящий подарок. В каждом шесть вагонов, почти 600 сидячих мест. Первый поезд идет до станции Артышта-2. Это Кемеровская область. Второй до станции Красный Боец Стальменского района. Очень активно развивается туристическое направление в Алтайском крае. И, конечно же, такой подвижной состав будет просто необходим. По мере возрастания или их старения будут приниматься решения по обновлению вот таких поездов. Мы сейчас с Анатолием Абрамовичем прошли по новому поезду. Побыли в кабине машинистов. И уже против того поезда, который мы запустили 14 месяцев тому назад, отмечаются заметные улучшения. Они касаются и вопросов безопасности, и вопросов комфорта пассажиров, и вопросов энергоэффективности. Новый поезд будет отправляться со станции Барнаул в 9 утра. Мы решили сами убедиться, что поезд действительно комфортный. Доедем до ближайшей станции. Счастливой дороги! Главная особенность транспорта – малое потребление энергии. Преодолевая ту же дистанцию, что и обычный поезд, он расходует на 20% меньше электричества. Поезд не только энергосберегающий, он и заряжает энергией самих пассажиров. Кресла очень комфортные, можно отдохнуть за всю дорогу. К тому же поезд оснащен системой кондиционирования и светодиодным освещением. Пассажиры от новой электрички в восторге. Говорят, теперь будут планировать поездку заранее и подстраиваться под расписание поезда. Поезд комфортный, намного отличается от предыдущих, какие сейчас ездят. У нас, конечно, разница большая, ощутимая. Еду до озерок за грибами. Больше кондиционеры нравятся, особенно в жару. Места много, да и чисто, и красиво. В основном нравится все. Теперь на пригородном сообщении в регионе работают 17 электричек. Они охватывают 7 городов и 16 районов края. Протяженность пути более 1000 километров. Кстати, один из поездов назван именем старшего лейтенанта милиции, кавалера Ордена Мужества Александра Денисенко. Он погиб 10 лет назад в республике Ингушетия. Погиб, защищая мирных жителей. Именной поезд будет курсировать каждый день. Елена Заздравных, Иван Сухасыр. Новости.